Ребят, всем привет! Вы на канале Кузов Лаб. У меня в гостях тут Егор Королёв и Сергей Рыбин. Который раз... Опять эти рожи. Отчего? Опять эти рожи. Друзья, всем привет! Спешу вас обрадовать. Наши спонсоры бренд А1 Refiniш и A1 Detail устраивают предновогодний розыгрыш призов, в котором будет разыграно 5 подарков. Один из которых это качественный комбинезон от бренда А1 Refiniш. Красный, такой же, как на мне. Второй приз. Это комплект лака от бренда А1 610 Flash Clear. Это быстрый лак, который сохнет при 20 градусах за 2 часа. И три состава от бренда А1 Detail. 911 Гидролайт. Это не что иное, как жидкое стекло. Две нанокерамики. Это Гидротоп и Гибрид Керамик. Друзья, для того, чтобы участвовать в розыгрыше, вам нужно подписаться на странички в инстаграме брендов А1 Refiniш и A1 Detail Brand. Перейдите по этой ссылке и лайкнуть данный пост. Также в комментариях отметить своего другана, который занимается маляркой. Розыгрыш произойдет 28 декабря в 14.00 на страничке инстаграма A1 Refiniш. А это я пока забираю с собой. Кому-то повезет. Ребята, всем привет! Вы на канале Кузов Лап. У меня в гостях Егор Королев и Сергей Родионов. Это представители компании Finishing Group. Помните тот видос, где дядя Володя красил капот мини-краскопультом? Если не помните, то ссылочка будет вот здесь наверху. Так вот, мы решили немножко пойти дальше. У нас есть машина целиковая, практически без крыши и без капота, которую мы сегодня будем пробовать красить также миниками. У нас та же самая Сагола, мини-экстрим, с дюзой 1.4. Да-да, 1.4 на мини-краскопульте. Посмотрим, как она себя ведет. Вот ребята говорят, что она ведет себя абсолютно так же, как и обычный большой краскопульт. И новиночка от компании Девилбис, это миник от ДВ-1, ДВ-1С. Это наш новичок. Вот, его мы как раз тоже потестируем. Как мы будем тестировать? Ну, наша задача миниками покрасить целиком машину. Девилбис мы потестируем на базе. Половину машины мы покрасим Девилбисом, половину машины мы покрасим Саголой. А лаком мы уже вскроем полностью Саголой, так как здесь дюзой 1.4. Ну и все-таки нам, наверное, будет покомфортнее ей работать. Ребят, какие-то особенности у Девилбиса? Расскажите, пожалуйста, что тут нового и в чем тут фишка? Ну, собственно, фишка точно такая же, как и в его старшем брате. У большого полноразмерного пистолета Девилбис ДВ-1. В том, что у него специальная конструкция дюзы и специальная конструкция воздушной головы, которая обеспечивает максимально равномерный факел, максимальный перенос, плотность. И, как следствие, оно по максимуму убирает от вас там такие проблемы, как яблочность, как бы очень равномерность, высокая равномерность. Да, это считается высокотехнологичный продукт. И завод Девилбис на сегодняшний день практически полностью переключился на выпуск этих краскораспылителей ДВ-1. И как вот маленький вышел ДВ-1С. На самом деле, первый раз все заказали. Эти пистолеты маленькие, они примерно недели три, как в России. Ну, вот это прям новинка-новинка, которую мы будем сегодня тестировать. Но мы не стали тестировать. Ну, понятно, что берем мини-краскополь, делаем им локалку, какие-то маленькие деталюшки красим. Мы решили сделать все наоборот. Мы решили покрасить по четыре детали. Да. Посмотрим, удобно ли мини-кам красить целиковку. Да. Ну что, пробуем? Удобно ли вам мини-кам красить целиковку, поскольку крачить будет Паша Синец? Ну, могу сказать так, в руке он просто изумительно сидит. Ну, и прям ощущение такой дорогой вещи. Да? Да. Мне нравится. Как будто, как женщину держишь, да? Женщину, хорошую женщину. Дорогую. Дорогую. Долларов 300. Дорогую. Ты космос, детка! Ну что, давайте посмотрим факел на малыша, на Дэвилбисе. Мне даже самому интересно, что... А расстояние такое же, да? Нет. Не кулачок, не маленький кулачок. Не два кулачка. Не два пальца. И... Это вот типичная проблема, да, ДВ1? Нет, не типичная. Просто проблема всех пистолетов, подстройки. Факела под необходимую вязь. Сколько там оборотов? Регулировки широкие, поэтому... Нажимай полностью курок, паш, не держи там пару секунд и смотри, как бы на... Да, уже смотри факел тогда, сделай еще пороже, еще уже сделай. Величина факела у нас вот такая в итоге получилась. Обращайте, пожалуйста, внимание на вязкость материала и настройки краскопульта. Это очень важно. Сейчас другие еще контрольные сделают. Ты посмотри, у него пальцы какие длинные. Скажем так, для миника это очень даже неплохо, я сказал. Ну, для миника краскопульта, да. Но мы пока тестировали, тут, мне кажется, полбачка уже ушло, да? У нас море краски. Море краски. Море. Так, пойдемте, попробуем покрасить целиком автомобиль. Я хочу сразу вам, ребят, сказать, это не машина на продажу, это не машина клиентская какая-то. Это наш учебный автомобиль, на котором мы тренируем наших студентов. Поэтому не обращайте внимания на то, как он замаскирован, потому что маскировать учились также студенты. Ну что, давайте попробуем покрасить. Ну, я думаю, с девилбисом мы остановимся на четырех деталях. Дальше мы будем красить уже с оголой. Что я могу сказать? Ну, видно, что он не так много материала переносит на поверхность, да? И надо понимать, что этот краскопульт у нас предназначен для небольших каких-то ремонтов, для локальных окрасов. Но нет какого-то дискомфорта при работе с большим объемом деталей. Единственное вот мое замечание, то, что он толщину покрытия не такую дает, как обычный большой краскопульт. Но здесь надо напомнить, что здесь дюза стоит единичка. То есть воздушная голова гибридная, а дюза единичка. Я покрасил четыре детали. С учетом того, что мы делали замеры еще по факелу, у нас в бачке осталось. Еще даже осталось что-то. Мы, конечно же, сейчас дольем краску и сделаем, наверное, второй слой, да? Да. Паша, а можно секундочку? Да, конечно. Хочешь проверить? Хочу внимание обратить, просто если видно, я не знаю, на этом цвете. Очень равномерный факел, то есть наследие, скажем так, именно большого ДВ. То есть просто настолько минимальное количество какой-то яблочности, допустим, или вот этих вот спаек маленького, да, леопарда вот этого. То есть у него как бы оказалась именно фишка в том, что очень приличный факел по ширине и минимальная яблочность то же самое, как и на большом ДВ-1. То есть вот те, кто, скажем так, требователен по именно вот этому качеству, то есть я вот был у ребят, они занимаются дорогой фурнитурой для мебели. Для них было основное требование, то есть отсутствие яблочности, как раз вот для них этот пистолет идеально подошел. Знаешь, где будет хорошо работать? У нас есть в Гринлайне компонент, называется Liquid Silver, это серебро, имитирующее хром. Ну, оно идет в рецептуру там Maza 46G, вот этого нового цвета. И также ей можно отдельно имитировать хромированные детали. Как вариант? Вот когда мы хром наносили, если помните, мы ролик снимали, по MIPI мы делали обзор такой. Мы брали там пистолет, у вас я, ребят, брал на SRI Pro 06 дюза, потому что свыше дюза они вообще не работали. С этим пистолетом, я думаю, тут можно начинать разговор с 0,8 и пробовать наносить хром как раз. То есть вот такие сработы, как бы, да, и как раз идеально будет вариант. Еще хочу заметить, что этот пистолет сразу же идет в комплекте с двумя дюзами 1,0 и 1,2. Очень удобно. Да? Да. Давайте я дам его, как раз. Первый слой этот краскопульт нормально разложил, но первый слой мы не делаем стопроцентный. Сейчас мы будем наносить второй слой, как раз посмотрим, на что способен маленький краскопульт Девилбис в нанесении стопроцентного полного слоя. Вот бачка не хватает полностью пройти всю бачину. Конечно, не очень удобно. Было бы здорово, если были бы одноразовые бачки большие. Ну, единственное, что могу сказать, это то, что у нас очень сильно упала скорость при внесении таким краскопультом, но это логично, потому что он все-таки маленький. Ну, кстати, я прям не сильно, что она упала, то есть, мне кажется, так со стороны, когда я смотрел, достаточно комфортно, в принципе, было. Ну, нет такого, что у тебя слишком маленький факел, и ты что-то там стараешься, да-да-да-да, много водитель, здесь, в принципе, факел, как у нормального, ну, практически, как у нормального, там, большого краскопульта, но... Согласно, что, с оговорками, как бы, да. Есть моменты по скорости и так далее, ну, то есть, ничего такого нет. Ну, мне просто было интересно. Покатить же можно? Можно. Легко, причем, как бы, да, особо не напрягаясь. Особо не напрягаясь, да, я так могу сказать. Ну, допустим, деталь где-то в гараже покрасит вообще идеально, и тут вообще можно без маски красить, от него вообще ничего не летит за месте. Без маски, без перчатки не выходи, только магазин, аптеку, необходимость только выходи. То есть, по детальней, как бы, окраской какие-то там отдельные, это прям идеальный вариант, скажем так, машину можно? Можно. Единственное, что, опять же, из-за того, что это единичка, толщина покрытия, ну, как мне кажется, здесь тонковато. Мне прям хочется еще один слой сделать, базовую покрытию. Ну, как бы, как вариант 1.2. Как вариант 1.2, да, можно. Для лака тоже будет вполне нормально. Сейчас очень долго с ребятами разбирались по поводу величины факела и давления на входе этого краскопульта. Дело в том, что мы настраивали факел, а на давление никто не посмотрел. Ну, и оставили комфортное для себя давление, которое оказалось в итоге 3 бара. На этом давлении очень комфортно красить много деталей. То есть, когда у тебя 4 детали, или там 2 детали, или одну деталь целиком надо покрасить. Но рабочее давление на входе должно быть 1.75 именно на этой воздушной голове. Поэтому есть такая рекомендация. Если вы работаете в плане spot repair, это точечный локальный ремонт, ставим давление 1.75 бара. Если вы красите таким краскопультом, как мы, целиком бочину, можно увеличить давление до 3 бар. И спокойно, комфортно красить, как и обычным большим краскопультом. Что мы сейчас и сделаем. Нанесли стандарт на базовое покрытие. Честно скажу, никакого дискомфорта абсолютно нет. Потратили мы 2.5 бачка вот таких вот маленьких. Я считаю, что для бочины это очень хороший показатель, очень хороший результат по расходу краски. Ну и сам по себе краскопульт очень эргономичный. Его приятно держать в руках. И он классно работает. Да. Давай еще посмотрим, сколько краски у нас ушло. Со всеми настройками. Ну вот, 2.5 бачка ровно. Один бачок 125 грамм. Получается 250. Ну и еще сколько? 75, да? Ну 300, даже 350 грамм. 350 грамм. Раз, два, три, четыре. На бачину. На четыре детали. Да. Если бы мы взяли большой пистолет, стандартный расход, но на такую вот деталь, все мы знаем, приблизительно от 175 до 250 грамм, в зависимости от того, каким цветом мы работаем. Здесь стандартное серебро, то есть здесь все хорошо по укрывистости. Ну 200 грамм минимум готовой краски. Так что кто хочет работать очень качественно, офигенно, но при этом суперэкономно, на сложно каких-то дорогучих цветах, вот эта машина офигенно подойдет. Еще хочу сказать, мы этот автомобиль готовим к тренингу, который у нас скоро состоится, по локальному ремонту. Красим мы его цветом кварц. Это цвет ладовский кварц. Собачий цвет. Собачий цвет. Если кто-то работал этим цветом, все прекрасно знают, что этот цвет пятнит, его очень сложно сделать в переход и так далее. Здесь именно важно было посмотреть, комфортно ли будет наносить такую краску и будут ли образованы какие-нибудь облака и яблоки. Ничего абсолютно нет на этих деталях, все ровно, все красиво и самое главное на финишном слое, на выравнивающем у нас очень красиво лежит базовое покрытие. Ну я прям кайфанул от этого. Реалет позволяет иметь очень-очень широкий параметр регулировок, кому как хочется. Побыстрее, помедленнее, помягче, побольше капельку, помельче капельку, шире, факел меньше. Ну абсолютно очень широкий регулировок, поэтому это создает дополнительные возможности. Так, ну с Дивилдовским все понятно, давайте попробуем. Давайте на Соголу перейдем. Вашу мини-Соголу, которая выглядит уже, вот сейчас она висит, она выглядит как большой стандартный пистолет. Не, ну можно большой принести? Не, не надо. Ребят, у нас миник от Соголы, мини-экстрим, но с дюзой 1.4 и воздушной головой Аква. Вот такой вот размер факела, огромный. Причем факел большой, полноценный для... Полный, наполненный. Для такой головы это вполне нормально. И плюс наполнение, смотрите, какое он широкий. В отличие, там, ну здесь уже не так видно, у Дивилдис он был немного поуже, здесь прям так полноценный. Мы здесь поставили двоечку, два рекомендованные, но завод-изготовитель допускает, если необходимо, до 2.2, 1.8, 2.2. 1.8, 2.2, ну мы целиком машину будем лачить с помощью этого краскопульта, как раз на лаке мы уже попробуем поиграть. Последняя дюза на этот пистолет 1.8. То есть можно еще и грунт шарошить? Да, если кому надо, для него есть дюза 1.8. Вообще, как сказали коллеги с завода, этот пистолет разрабатывался целиком, как уменьшенная модель большого пистолета. И поэтому у него такие широкие возможности. Ну, он, кстати, не сильно маленький, да, с одной стороны, но в то же время... Ну, он чуть-чуть меньше, чем прошлый, прошлый, менее Дивилдис. Знаешь, что он мне напоминает? Напоминает он мне Slim от Валкома. Чуть-чуть, ну вот своими формами. Слим побольше, да. Ну, визуально. Что, давайте попробуем мини-экстрим. Нанесение базового покрытия. Здесь, с этой стороны, все то же самое. Первый слой делаем не стопроцентный. И затем уже дальше полный и эффектный. Никакой разницы от обычного большого краскопульта нет. Я им работаю, как обычный пистолет. При том, что маленький лежит хорошо в руке. Маленький хорошо лежит в руке, да. Меньше вес. Меньше вес. Ну, здесь такой большой у нас бачок стоит, что... Можно даже литровый поставить. Можно литровый поставить. На миник. На миник, да. На миник, да. Ну, неплохо. Для полного слоя он дает то, что надо как раз. Не сказал бы я, что медленно как-то. То есть, обычно для Аквы. Ну, опять же, если мы возьмем большой пистолет, наверное, все-таки поскоростнее получится. Факел чуть-чуть побольше, да. Понятно, что, как бы, голова нам будет большого побольше, да. То есть, соответственно, это будет сказываться, как бы, на скорости, на атомизации, на исполении. Слушай, ну, расход. Я бачок еще не искрасил даже. Вот в этом, как бы, вся история. Мы старались, ну. То есть, ты, как бы, красишь без потери чего, как бы, либо, да. При этом достаточно экономично. Вот. И при этом все как по-взрослому. Ну, в этом и есть прикол маленьких краскопультов в том, что они очень экономные. Несмотря на то, что делают все то же самое, что и большие. Но таких пистолетов немного. Можно даже сказать, практически нет. Три. Один. Такой? Вот этот. Что ж, арашим эффектный слой. И идем смешивать лак. В общем, на три слоя базы я даже бачка не угнал. Просто зная, что на эту машину, на слой, уходит бачок в круг пройти. Машина. Ну, очень-очень экономно получается. То есть, какой вывод? Мини-пистолетом, дюзи 1.4 и головой АПУ можно красить? Можно красить, но я не знаю, можно ли им лачить. Мы сейчас это проверим. Сейчас попробуем. Мы уже мини, конечно, не будем использовать как лаковый пистолет. Да, да. Потому что это совсем уже будет неправильно. Но вот этот пистолет в такой комплектации, он очень будет интересен именно и по базе, и по лаку. Да. Пойдемте, смешаем лак. Пусть пока тут все посохнет. Ну что, мы приготовили лак. Взяли мы Solid Clear Top. Это стандартный двухслойный лак. Здесь никаких нам не надо излишек с полутораслойными лаками. Дюза, напомню, 1.4. Воздушная голова Mini Aqua. Это гибридная голова. Ей можно работать как с базовым покрытием, так и с лаком. И сам по себе краскопульт. Это Mini Extreme. Собственно, весь прикол в том, что это миник. Рекомендуемое давление от 1.8 до 2.2 бар. Мы здесь сейчас сделаем 2.2. Посмотрим, как он будет работать на чуть-чуть повышенном давлении. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите, из опыта уже знаю, что лака, бачка полного не хватает целиком вот так вот пробежать. Если мы возьмем, ну, к примеру, Сату-РПшку или мы берем Саголу 46.00 с воздушной головой Титания ПРО и Дюза 1.3. Вот обрывается приблизительно все на этой двери. С этим краскопультом у нас прям тютелька в тютельку ушло. Прям осталось, наверное, грамм 10. То есть, ну, это экономнее, чем на большом краскопульте. Делаем межслойку и наносим второй слой лака. Ну что, давайте наносить второй слой лака. Я на втором слое все-таки приберу давление до двушки, даже 1.9 поставлю, потому что хочется налить немножко побольше лачку, потому что завтра эта машина пойдет нам на тренинг. До 1.9 как раз убрал. Попробуем сделать что-нибудь красивенькое здесь. Попробуем сделать что-нибудь красивенькое здесь. А вы тоже до сих пор так в отсечку переходы делаете? Если так же, то приходите к нам на тренинг по локальному ремонту. Мы научим вас, как правильно делать переходы и по базе, и по лаку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Расход приблизительно одинаковый получился, прям чуть-чуть лака осталось Напомню, что большим краскопультом на проход целиком не хватает одного бачка Ну что, в принципе по скорости большой разницы нет при работе с маленьким краскопультом И при работе с большим каким-нибудь обычным краскопультом Дискомфорта при нанесении также никакого нет Лак эта голова раскладывает не менее замечательно, чем та же самая TITANIA PRO Поэтому я считаю, что даже для целиковой покраски такой краскопульт идеально подходит, несмотря на то, что это мини Ну что, продуваем камеру, сушим и подводим итоги Смотрим на лакокрасочное покрытие, обсуждаем краскопультом Ну что, устали мы, присели на корточке Не бись, четко Потестировали мы и Девилбис новый, ДВ-1С Классный пистолетик, эргономичный очень В этой комплектации попробовали покрасить 4 детали Есть нюансы с давлением, обращайте на это внимание Рабочее давление 1,75 Мы красили на трешке, потому что на трешке более комфортно работать с большими поверхностями Если ставить давление 1,75, это удобнее для локального ремонта И реально очень классно меленько пылит Именно переходики какие-нибудь делать Переходы по базе, переходы по лаку и так далее Ну, очень классно Мы потратили 2,5 бачка для того, чтобы покрасить 4 детали на автомобиле Peugeot Я считаю, что это очень классный показатель Ну и в целом пистолет очень удобный, мне очень понравился Что скажем про Sagolov Mini X3? Вот видите, он сейчас таким с детским бачком Уже даже непривычно держать Это стандартная комплектация Сюда же подходит бачок от Sagolov 3300 Сюда же можно навернуть переходник под PPS То есть он универсальный Можно взять даже большую PPS У ребят в финишинге она тоже продается Сколько? 850 мл То есть большая Пробовали мы им красить 5 деталей Именно базовым покрытием И лаком мы накрыли целиковку Можно сказать прошлись В этой комплектации с DUSA 1.4 Работает как обычный большой краскопульт То есть никаких у меня нареканий В плане работы, по комфорту и так далее нет Единственное, что хочу отметить По сравнению опять же с большим краскопультом Я пробовал эту машину красить ИСАТой Айрпишкой, пятеркой Красили мы также Sagolov 4600 Титания PRO У нас воздушная глава была Всегда уходило 2,5 бачка лака Именно вот сюда В этот раз у нас ушло 2 PPS И даже чуть-чуть осталось То есть по экономии этот пистолет гораздо интереснее То есть по итогу у нас получается что? Можно его использовать в двух конфигурациях Если люди хотят его использовать Как обычный пистолет для локального ремонта Они выбирают себе DUSA 1 Выбирают голову Aqua Она и для базы, и для лака будет И тут можно вообще не париться А если человек выбирает в гараже Что ему надо что-то как бы красить Не часто, но что-то достаточно большое Там 1, 2, 3 детали То совершенно спокойно можно взять этот пистолет И хорошо, классно, премиум качеством покрасить Чем интересно Sagolov? Тем, что мы имеем там один краскопульт Можем подобрать сюда любую комплектацию Какая нас устроит Целиком и полностью Как раз я хотел сказать Да, у него очень широкие возможности То есть как и универсальный такой мини Мини нормальный настоящий пистолет То есть как вот мы сегодня делали 1,4 На все На лак на базу Как просто стандартный миник Вот, так и можно сделать из него Полноценный, абсолютно большой пистолет Да, поставить 1,6, 1,8 То есть чего угодно можно делать Самое главное Потребление воздуха здесь 190 литров Для этого можно брать даже маленький 50-литровый компрессор Такой-нибудь Очень широкие возможности И спокойно красить Не в ущерб давлению какому-то И расходу воздуха То есть если вы хотите себе Реально премиальный пистолет В обычный гараж Этот пистолет просто вот Отвечает всем требованиям То есть это вам не какая-нибудь там Сата или тот же самый Девилбис, да Который жрет под 400 литров Который в гараже там не покрасишь То есть вот это вот любительский Такой можно сказать Профессиональный пистолет И классный миник Для выполнения локального ремонта Ну что, наговорили мы много Я надеюсь, вы с удовольствием Посмотрели этот ролик Не забывайте также подписываться Ставить колокольчик Подписываться на ребят Финишнгрупп ссылочка будет Сердечко, сердечко обязательно Сердечки ставьте ребятам Нам ставьте перчатки вверх Обязательно Не забывайте также Про наши соцсети Подписывайтесь Там тоже много всего интересного И контент немножко Отличается от контента Который здесь есть на ютубе С вами были ребята Из финишнгрупп Сергей Родионов Егор Королев Ну и я Павел Никитов До скорых встречи Спасибо, Маша Что он так все потестировал Классно Что он независимо Все классно сделал Что все, что было Там нюансы Какие все рассказал Теперь будет Без сомнения Легче нам предлагать Эти пистолеты Чтобы люди понимали Что есть разные точки зрения И это поможет им Сделать такие Более объективные Нужные Мне нужные Ну как-то так Выпьем Как Тос сказал Выпьем Сейчас доедем Выпьем Ну За понимание Всем пока Пока